В еврействе, как мы знаем, идея времени дается очень большой фокус, очень большое значение. Человек иногда может находиться в определенное особенное время, и он может это не понимать, не ощущать, потому что у него не хватает знания о важности той времени, где он сейчас находится. Точно так же, так как бизнесмен, он всегда, кроме того, что он старается постоянно найти какие-то новые дела, какие-то новые инвестиции, где он будет инвестировать в свои энергии, в свои деньги, чтобы он заработал намного больше. Точно так же, он ищет подходящее время, подходящие моменты, где сейчас мир стоит. Он ищет сегодня инфляция или дефляция, сейчас здесь нужда в определенных вещах или нету нужды. После Второй Мира Войны здесь, я знаю лично людей в Германии, чрезмерно сильно разбогатели, потому что все было очень сильно дешево. Они использовали правильное время в правильном месте. И точно так же, в любых вещах в нашей жизни, человек, элементарный пример, если дадим, человек может покупать костюм за 300 долларов, а если подходящее время, он придет в правильное время, в правильном месте, то тот же самый костюм, который стоит летом или зимой, когда есть большие сейлы, он может достать этот же костюм за 150, за 200 долларов. Потому что человек поймал это время. Время в этом мире есть очень большое значение. Точно так же, так как в этом мире времени есть очень особенное значение, и в определенных временах заключается, заложен определенный потенциал, определенная сила, потому что точно так же в еврействе дается времени очень большой фокус и очень большое значение. На первый взгляд, эти вещи нам, нашими, скажем так, материальными глазами, это, с одной стороны, не видно очень часто, потому что мы не видим разницу между месяцем Ниссан, или это Яр, или это Тиша, или это Эрвуль, или еврейские все эти месяцы, но когда мы открываем наши источники, когда мы открываем наши книжки, когда мы открываем наших мудрецов, открываем Тору, то там раскрывается настоящая истина, что происходит в этом времени. Не каждый момент, настолько-настолько, что мы поняли важность общего времени, наши каббалисты говорят, что не только то, что каждый месяц есть особенная сила, не только то, что каждой неделе есть особенная сила, в течение 24 часа, каждую минуту есть особенная сила, которая приходит в это время. Не похоже на минуту, которая сейчас, на минуту, которая была 2 часа тому назад. Не похоже на время утра, не похоже на время, которое есть после вечера. Есть время, когда есть больше милости Творца, есть больше ярости Творца в этом мире. Каждого момента раскрывают наши мудрецы, которые знают секреты, как за кулисами Ашем управляет абсолютно этот мир и что заложено в этом мире. Они раскроют нам, что происходит в эти те или именно времена. Теперь, мы сейчас находимся, дорогие друзья, в один из самых сильных времен, которые в течение года. Который мы можем, с одной стороны, назвать это один из месяцев, так как есть сентябрь, август, юль, юль и так далее. Или можем, если знать, если понимать важность на самом деле этого месяца, то же так же, как бизнесмен, он использует это время, то же так же, как мы, каждый еврей, каждый из нас может и с помощью постараемся понять, может быть, даже должен это время правильно использовать. Это время, это месяц, месяц элюр. Месяц элюр – это чрезмерно большой, большой месяц. Месяц, где наши мудрецы говорят то, что это не особо, не простой месяц, так как другие месяцы, которые, конечно же, в каждом месяце определенные силы, определенные, как бы, духовные влияния во всем. Но в месяце элюр, сам слово элюр – это первые буквы, слова, как бы, предложения, которые написаны в Широ Шириме. Они ле доди, ве доди ли. АЛЕФ – это они, это я. Ле ламет, ле доди, для моего возлюбленного. ЭЛУЛЬ, ВАФ, ве доди, мой возлюбленный. Ламет в конце, месяц элюр – это что? ЛИ, мне. Они ле доди, ве доди ли. Я для моего возлюбленного, а мой возлюбленный для меня. Говорят наши мудрецы, этот месяц, этот пасук, это выражение, которое написал царь Соломон в Широ Ширим, он имел ввиду о месяце Элюи. Значит, в этом месяце Элюи, дорогие друзья, у нас есть очень особенные отношения Творца по отношению к еврейскому народу и еврейский народ по отношению к нашему Творцу. Особенная близость. Я для моего возлюбленного, говорит царь Соломон, а он для меня. В этом месяце мы находимся чрезмерно близко к Творцу. Точно так же, если мы дадим такой пример, достичь для определенного президента или для определенного короля, в принципе, возможно. В сегодняшний день, особенно в еврейских кругах, достичь, дойти даже до президента какой-то страны, можно пару звонков делать, реалистично, возможно, это не проблема. Но получится от него ответ, занимает время, и занимает тоже время как бы достичь, дойти как бы до него. И обратный ответ, и отсюда вопрос. Это все большинственная процедура. Но есть определенные времена тогда, когда этот президент или этот король, он находится среди нас. Он находится в нашем городе, где мы можем подойти и лично наши просьбы, наши желания, наши какие-то вопросы, которые у нас есть, и так далее, задавать ему или попросить у него. Но месяц Элюн есть точно так же, так как наши первые времена, которые мы только что дали. Достичь определенных духовных, скажем так, уровней, достичь определенной близости к Творцу в течение всего года это реалистично. Бевадай, нет никаких вопросов. Бехокуряв, в любом моменте, где еврей меня позовет, говорит Ашем, я его буду слушать. Любой момент. Но есть определенные времена, в которых Творец находится здесь с нами. Творец находится намного ближе. И этот месяц Элюль. И, конечно же, это дает уже ответственность определенной. Если Творец здесь, во-первых, нужно понять, что это значит. И это тоже ответственность. Да, значит, что-то зависит от меня. Значит, если он каждый месяц, каждый год, один месяц целый, находится намного ближе к нам, то есть определенные тоже требования от нас. Мы каждый из нас знаем и хотим, я уверен, в каждом еврейском душе бурлит желание определенной изменению. Мы, особенно еврейский народ, мы всегда не можем сидеть на одном месте. Мы хотим изменяться. Мы хотим изменяться в лучшую сторону. Мы хотим и стараемся определенных вещей достичь. Нам определенные вещи кажутся очень часто нереалистичным, очень далеким, очень тяжелым. Сказать нам определенные вещи – нет. Делать определенные вещи – да. Очень тяжело. Но желание, оно в каждом евре есть. В каждом евре есть желание делать желание Творца. Быть лучшим человеком. Если человеку спросим, возможно ли быть лучшим человеком, быть более хорошим, быть более хорошим человеком, однозначно, человек, мы должны знать то, что да, конечно, мы можем. Может быть, нам кажется, что это нереалистично. Сегодняшний день посмотреть, как я могу что-то изменяться, могу что-то делать. Нам это кажется гора, которой невозможно через него перейти. Но через помощь у Бога, без святого дешмая, мы да в состоянии делать изменения. То это будет отношение между человеком и человеком, то это будет отношение между человеком и Творцом. Любой вещь, где бы ни был бы, мы получаем невероятно большой силы и помощь от Творца, если мы делаем правильные шаги. Если мы делаем правильные направления, если мы пойдем, человек получает невероятно большую силу. Это в течение всего года, но особенно в это время, в это время, в месяц Элюль и в дальнейшем Рошашана, 10 дней Раскаяния, Йом-Кипур, мы получаем невероятно большой потенциал и невероятно большую силу и помощь от Творца делать правильные шаги в нашей жизни, делать правильные шаги в нашей жизни. И я могу светиться вот о себе, чтобы не показать никому-то пальчиком или сказать вот там, где там написано, где там написано. Я о себе знаю, дорогие друзья, некоторые вещи, которые я годами-годами старался сделать, у меня вообще не получался. Именно в это время, через молитву, через мои старания, Творец меня помог чрезмерно сильно, что я смог эти вещи бросить. Я с 20 лет, и чуть-чуть пораньше, начал курить. Курил, и каждый год я уже в течение 10 лет бросал сигареты. Вы не можете себе представить, сколько раз я уже начинал и бросал, начал бросать. Никак не получался, никак не получался. В прошлом году я сказал все. В течение года не получается это что-то, но я знаю, в это время есть особенная сила. В этих днях я постараюсь на 10 дней расхождения, когда будем между Рушиным Кипуром, я скажу Ашем все. Без Рад Ашем, я надеюсь, что эта сила поможет мне, чтобы я дальше смог эти вещи дальше держаться. И вот прошел уже как целый год, уже скоро уже будет буквально целый год Руши Шаны. Я уже, слава богу, уже не курю. Работы, которые в течение 10 лет я старался делать и не получался, делал через 2 недели опять, месяц опять. Все знаем эти вещи, каждый в разных вещах, кто-то в ярости, у каждого есть свой соблазн в каких-то вещах. Но в этих днях, дорогие друзья, сила, которой, словами не описать, дается от Творца невероятно большую помощь для человека. И не только это в саморазвитии, это тоже в нашем благословении на будущий год, который у нас будет. Потому что, как мы знаем, Руши Шана, мы записываемся в книгах, как будет абсолютно выглядеть наш год. И это все решается в Руши Шана. Все, собственно, решается. И, в принципе, месяц Элюл, дорогие друзья, он служит для двух вещей. В принципе, сам месяц Элюл, есть работа, которая принадлежит над каждым, на время есть большой потенциал, как мы уже сказали. И это тоже одновременно, тоже, в каком-то смысле, подготовка для Руши Шаны. Что мы зашли в Руши Шану с определенным, скажем так, подходом, с определенным отношением к Творцу. То, что Творец, да, в течение всего года было что-то, какие-то фаши, что-то не так пошло, что-то этот. Но знаешь что? Я хочу быть на твоей стороне. Я хочу делать определенный шаг. В твою сторону. Сказать благословение. Одевать тфелин. Соблюдать шаббат. Чуть-чуть то, что я могу. Делать определенный митцву, который... Это твое желание. Я этим показываю, что я на твоей стороне. Я на твоей стороне. Да, у меня целый, это гигантский пакет. Я не могу. Мне тяжело сейчас, я чуть-чуть. И, может быть, иногда чрезмерно мне это ярмо очень тяжело для меня. Но я переодрушенный. В день, когда я буду стоять перед судом, и ты все абсолютно будешь смотреть, какой год мне было и так далее. Я постараюсь делать до этого какую-то определенную подготовку, чтобы показать тебе, я на твоей стороне. Я хочу делать твое желание. И мы можем получить невероятно большую силу. Любое абсолютно принятие на себе определенных вещей. Именно особенно в это время можем достичь невероятно большей силы в нашей жизни. И я уверен, мы все хотим этого. В любых абсурдных вещах, где бы не был бы. То это ярость, то это гордость, то это определенные, определенные заповеди. И так далее. Везде. Осознавать то, что вот это время нам дается большой потенциал. Это первый пункт, который чрезмерно важен, что мы поняли в месяц Эл-Ур. Месяц Эл-Ур. И вот сейчас, когда мы начинаем заходить уже в Рашану, эти дни настолько, скажем так, здоровы, в принципе, для еврейской жизни, для еврейского человека. То, что в этих днях, дорогие друзья, точно так же, как бизнесмен в конце года, он делает расчет. Сколько я заработал, сколько я потерял, где был выигрыш, где был проигрыш. Он все делает, расписывает, что мне лучше делать, что мне лучше делать. Творец, из-за невероятно большей любви к нам, дал нам определенное время, где говорит нам, мой дорогой еврей, мой любимый еврей, я хочу для тебя, чтобы ты в это время чуть-чуть задумался, где ты находишься. Куда? Куда двигается твоя жизнь? Куда двигается? К сожалению, миллиардами людьми сегодняшний день, мы все знаем, прекрасно понимаем, никогда в своей жизни, может быть, даже никогда не думали, что я делаю в моей жизни. У меня недавно разговор с этим человеком, он мне говорит, Моше, меня было очень поразило, на самом деле, то, что он сказал мне, просто аж, вот несколько дней я бы думал об этом, он говорит, Моше, он бизнесмен, и, слава богу, очень успешный бизнесмен, как бы, состоятельный тоже человек, он говорит мне, Моше, с того момента, как я просыпаюсь, «Мама, до того, как я иду спать, у меня одни мысли проходят в голове, что мне делать, чтобы я заработал еще больше денег?» Это то, что в моем голове происходит. Я думаю, настолько это невероятно, человек живет целой жизнью именно об этом, как я могу больше заработать, целый день думать именно об этом? И приходит в арете, он говорит, «Мой дорогой еврей, успокойся сейчас, определенное время, о ритме твоей жизни, твое 24 часа, куда именно тянется, подожди чуть-чуть и подумай о себе, не о деньгах, не о славе, не о том этом, о себе. О себе, куда я иду, я, мой жизнь, моя жизнь, то, что я есть, что будет со мной после этого 120 лет, что, правильно я делаю ли вещи или нет? То же самое, как расчет ты делаешь за счет бизнеса в конце года, то же самое, расчет сам уже себя. Правильно иду или нет? И делать все правильно или нет? Я не говорю сейчас этому бизнесмену ответ, как бы, делать правильно или нет, но просто чисто вот этот подход, то, что я 24 часа, 365 дней в году, все время думаю об этом, воу, успокойся сейчас и подумай, идет ли все правильно. Может быть, в бизнесе что-то нужно изменить, может быть, по отношению к творцу, может быть, по отношению к нежине, по отношению к чему-то, может быть, есть что-то, где я могу, я должен, может быть, что-то поменять, для меня же, чтобы не было в конце концов. Хорошо? И эти дни, дорогие друзья, месяц Элю и месяц Тишей, это для чего на самом деле было дано. Делать, просто посмотреть, что происходит именно в нашей жизни. Для этого дано целый месяц, и особенная концентрация идет в 10 дней раскаяния, где мы, где и время, когда и приходит именно настоящий в настоящее раскаяние, где мы должны делать, но творец дает нам это, потому что человек может, мама, 60, 70, 80 лет жить и никогда не задуматься, а что я вообще делаю? Есть очень красивый Митраж, который я бы хотел с нами поделиться. Митраж рассказывает очень интересный пример. У одного отца, одного человека, был сын, который... который говорил, что у него есть очень много друзей, очень много друзей. Так отец, один раз его спросил, сынок, скажи мне, из всех твоих друзей, которые ты думаешь, что они действительно твои друзья, кто настоящий друг? Сколько из... Не знаю, сколько у тебя, 100 друзей, 150, 200 друзей у тебя есть. Столько из этих людей ты бы сказал, потому что вот они настоящие друзья. Некоторые, может быть, тебя уважают ради денег, некоторые тебя уважают за твоей славы, некоторые тебя уважают за твоего смеха, потому что ты смешной, некоторые уважают тебя, потому что разных причин. Но настоящий твой друг, сколько они? Сколько их? Сынок подумал, подумал, подумал. Он сказал, отец, из всех моих друзей, то, что у меня есть, вот 60 настоящих мои друзья. Мои настоящие мои друзья. Говорит ему, отец, сынок, я сомневаюсь, это очень много, очень много. Подумаю, хорошо, завтра дай мне ответ, иди, может быть, правее, посмотри. Посмотри, действительно. Идет, приходит в следующий день, он говорит, папа, ты знаешь что, ты был прав. На самом деле, не так уж и много, не так уж и много. Из всех друзей, то, что настоящие друзья, по-настоящему, 30. 30 друзей. смотрит на него отец, говорит, сынок, 30 друзей, мне кажется, тоже много. Настоящих друзей, у тебя нет 30 друзей. Сынок, иди подумаешь в один день, сколько у тебя настоящих друзей. Идет парень, думает, приходит в следующий день, говорит, отцу, отец, ты действительно был прав. Я думал, когда вот мои друзья были возле меня, когда они стали возле меня во время нужды, во время того и того. Вот мне кажется, из всех этих 30 друзей я могу выбрать только 10. 10 настоящих друзей. Уже спускается. Да? 10 настоящих друзей. Смотрит на него отец, сынок. Даже 10 это много. Мне кажется, у тебя по-настоящему намного меньше друзей. Иди подумай еще раз, кто же настоящие твои друзья. Приходит сынок в следующий день, он говорит, отец, ты был прав. Я думал, думал по-настоящему. Я думаю, что из всех этих 10 друзей настоящих друзья эти трое. Трое у меня настоящих друзей, а с 60 спустился до трех. Трое у меня настоящих друзей. Сынок говорит, знаешь что, я хочу тебе попросить следующую вещь. Я тебе дам сейчас задачу. Иди и проверь этих трех друзей, кто настоящий твой друг. Я тебе скажу, как ты можешь испытывать твоих друзей из этих трех, которые ты думаешь. И может быть, может быть, у тебя будет один друг, который будет настоящий друг. И тогда ты поймешь, что ни 60, ни 30, ни 10, как ты уже понял, даже из этих трех, которые ты думаешь, что они настоящие твои друзья, может быть, только один не единственный будет твоим настоящим другом. Хорошо, отец. Отец рассказал ему, что он должен был бы делать, и он идет первому другу. Стучит вечером, поздно, ему дверь, открывает ему дверь, шалом, заходи. Говоришь, почему ты так поздно заходишь, что я нормально с тобой? Спрашивает ему первый друг. Он говорит ему, смотри, у меня какие-то проблемы произошли с полицией, и у меня сейчас, завтра у меня будет суд, я в каких-то проблемах как бы попал, и мне нужно сейчас куда-то на эту ночь как бы переночевать, завтра у меня будет суд, и мне нужно пойти там разобраться и так далее. Могу ли я у тебя один ночь переночевать? Говорит мой дорогой друг, хорошо, дружба, дружба, но как бы до этого, до этого, до этого не надо, я не хочу никаких проблем, у меня дети, у меня семья, у меня какие-то оставить, я тебя уважаю, я тебя все могу, но как бы до этого момента типа судья, сейчас какие-то вещи, проблемы, оставь, я не хочу этого всего. Хорошо, он уже понял, о чем идет речь, о ком идет речь. Идет он к следующему другу, идет он стучит точно так же, так поздно, рассказывает ему тоже саму вещь, говорит ему второй друг, мой дорогой, хорошо, я тебе помогу, но знаешь что, можешь заходить ко мне дома, можешь покушать, поспать, можешь пойти принять душ, я могу тебе одежду дать, не проблема, но знаешь что, до суда. Я не хочу там зайти, чтобы мне не сказали, вот и друг его, и ты, может быть, тоже замешан в этом деле, я не знаю, что ты там надел, а что ты там делал, аллилуйя дэя, я не знаю, до суда я могу тебе с тобой быть, в суд уже, пожалуйста, можешь сам кубер забираться. Он сказал, знаешь что, хорошо, если мне понадобится твоя помощь, я вернусь к тебе. Он идет к третьему другу, стучит ему, и тоже самое рассказывает, и говорит этот друг ему, что, тебя хотят судить, знаешь что, заходи сейчас, иди сейчас примем свежий душ, одевайся, поспи хорошо, я тебе принесу хорошую еду, выпей, попей, насаждайся, чтобы было все хорошо, не беспокойся, я с тобой. Знаешь что, ты такой прекрасный человек, ты такой золотой человек, ты даже муху ты не можешь убивать, знаешь что, не только то, что я пойду с тобой, я пойду в суд, и за тобой, и буду защищать тебе, я буду говорить, какой ты прекрасный человек, какой ты человек, и чтобы такой вещь, которую хотят тебя обвинять, ты не мог эти вещи делать, я буду твоим защитником. Из этого понял сын, то что у него по-настоящему один единственный друг, который настоящий, настоящий его друг. Говорят наши мудрецы, это все пример человеку, и это пример на самом деле, это мидраш, оно релевантно в течение всего года, дорогие друзья, но больше всего релевантно, мне кажется, в наши дни месяц элюль и месяц тиши. Говорят наши мудрецы, эти трое друзей это самые близкие вещи, за что человек бегает в течение своей жизни. Первый вещь, за что человек бегает, это богатство, это материализм, это дом, машина, недвижимость, богатство, собрать мощь в этом мире, чтобы оставить детям вещи, которые материальные, вещи, которые есть у нас, которые стремление человека очень сильное, и так как особенно в наше время, как мы знаем, настолько стремление высокое, и возможности очень большие, и мы все знаем, куда весь большинство людей в этом мире стремятся и жаждают этого всего. Наши примеры, это первый друг, который сказал этому человеку, мой дорогой, я тебя уважаю, но знаешь, что ты можешь до этого момента за тобой пойти, чтобы я пошел тебе до суда, этого я не могу. Недвижимости их, и дома, и богатство, и все, это хорошо, пока человек живет в этом мире. Через 120 лет, когда человек уходит уже с этого мира, он даже до гроба его, на самом деле, не может привезти. Его машина никак абсолютно не может помочь. Его рейндж-рофер не довезет его даже до его гроба. Его нигде, когда не поможет ему. Это что? Это остается. Это как первый друг сказал, я не могу тебе помочь. Что я могу тебе помочь? Есть вторые друзья. Вторые друзья, это где мы инвестируем. Это наша семья. Это наши близкие люди. В этом примере второй друг сказал этому человеку, мой другой, я тебе помогу, приходи, покушай, я тебе все дам, все это, но что? До этого момента, до того, как ты уйдешь с этого мира, дальше я уже тебе не могу помочь. В суд, то, что ты придешь через 120 лет и там будешь рассказывать свои деяния и все и так далее, и так далее. Там я уже тебе не могу помочь. Что я могу тебе помочь? Кто может там человеку помочь? Брат, сестра, муж, жена, дети? Никто. Конечно, дети, когда говорят, здесь в этом мире кадрышек, читают, какой-то митцвот делают, читают изучение Торы, читают или им делают какие-то вещи, это поведение души, но через 120 лет человек поднимается там, он один, он один стоит перед Творцом. Это в нашем примере, когда его друг второй сказал, что я тебе не могу помочь, до суда, в суд, там уже сам ты должен разобраться. А есть третий друг, дорогие друзья, это друг, который может быть больше всего, к сожалению, приближительный друг, но это самый важный, самый любимый, самый дорогой, самый ценимый и друг, который навеки веков будет человеком. И это настоящий друг, это хороший и добрый деяние человека. Это третий друг, который говорит человеку не только то, что я тебя защищу, не только то, что я буду с тобой, не только то, что я тебе помогу и дам благословления в этом мире, я пойду с тобой в будущем мире и я заступлюсь за тебя и я скажу хорошие вещи за тебя. Любые деяния, которые человек делает в этом мире, человеку сделал сейчас таку, помог кому-то, одел сегодня тфилин, прочитал сегодня Шмонесре, прочитал Биркатамозу Ниссидура, еще пять минут добавил на свое изучение Торы, еще пять минут добавил на свою молитву, дорогие друзья, любое наше действие создает духовную силу духовных ангелов и наши деяния перед того, как наша душа поднимается наверху через 120 лет, наши деяния идут перед нами, они идут как защита и как открытие ворот всех негативных сил, которые убирают и они те, которые заступают ради нас, они навеки веков с нами и они самые дорогостоящиеся друзья, которые человеком идут на веки веков. Эти вещи временно хорошо, в этом мире да, чтобы человек был, а это крыша над головой, друзья, все, инвестиция, где должен быть человеком, говорит нам наши мудрецы, это Тора и Масим Товим, изучение Торы и добрые деяния. Любое наше доброе деяние, это то, что остается на веки веков, дорогие друзья, с нами. И это настоящий друг, который будет на веки веков с человеком и на веки веков его не оставит, это то, что даст ему благословление везде и здесь и в будущем мире. И теперь в наше время, как мы уже вернемся опять с тобой это то, что приходит и говорит человеку мой дорогой, остановись, остановись на какое-то время и посмотри параметры твоей жизни, настолько они в правильных пропорциях глобальных и приватных индивидуальных на определенных вещах, настолько они правильные, настолько идут все абсолютно правильно. Является ли направление жизни правильным или нет, или могу что-то поменять или нет. Потому что цель человека, мы же сказали в прошлом уроках, это не этот мир. Цель сотворения человека в этом мире, это чтобы достичь будущего мира. И настолько человек старается в этом мире, это то, что он будет получать в будущем мире. Из-за этого, дорогие друзья, праведники, которые знали ценности и важности заповедей до сегодняшнего дня, они ночам не могли спать. Иногда думаешь, как могли великие праведники, Рабвода Йосеф Захронол Левраха, Вилинский Гаон, Равшах, Хазуныш, Любовческий Рэбэ, все гигантские праведники, сколько они спали? Три часа, халивай, четыре часа, известная Рабвода Йосеф ходил два-три часа ночи спать, просыпался утром на шахрате пять-шесть часов утра, целый день занимался изучением Торы. А что, людям нечего делать? Дорогие друзья, потому что они знали важности каждой секунды в своей жизни. Вилинский Гаон, известно, когда он скончался, он взял свой цитит в руках и начал плакать. Вилинский Гаон, дорогие друзья, что вы поняли, я уже несколько раз говорил о величии Вилинского Гаона, мне удостоились еще такой души, высокой души, уже как больше, можно сказать, 1500 лет, еврейский народ не видел такой высокой души. И ученики говорили, что эта душа прошла от поколения Савураим, от поколения Геоним. Мы не представляем величие Вилинского Гаона, человек, который написал комментарий абсолютно на все, знал всю Тору от начала до конца и от конца до начала феноменальное величие этого великого человека. И он, который весь свою жизнь отдал ради Творца, ради соблюдения заповедей Митцот, он держит свои цицит и плачет. И ученики говорят, Рэбе, почему ты плачешь? Ты плачешь, сейчас уходишь, ты получаешь Ганеда, получаешь будущий мир, который кто удостоится такого величия? Сказал Лизский Гаон, в этом мире, пока я находился, я мог за 2 рубля пойти купить этот цицит и удостоиться невероятно большую митцву. В будущем мире у меня же эти вещи не будут. Я в этом мире в состоянии достигнуть еще одну митцву. 2 рубля ничего не стоит, за копейки могу пойти купить эту митцву и получить награду. Кто может себе представить такую награду? Может человек быть на веки веков но вечными на жизни? А здесь у меня есть эта возможность. Время приходит, человек говорит другой еврей остановись и подумай идет ли правильно или нет. Но что мы можем делать? Можем делать определенный шаг и правильное направление. Понять то, что добавить определенные вещи в нашей жизни. Вы правильный на сторону таким образом, потому что творец увидит то, что ты хочешь быть на моей стороне, ты стараешься делать, я тебе помогу, я тебе помогу в течение всего года. Да, будут испытания, да, не получится с первым разом, да, будет падение, но знаешь что, ты старайся, ты постараешься, я вам сказал, 10 лет, 10 лет старания, Ашем поможет. Ашем поможет. Ашем поможет, без 10 лет нет никакого абсурда сомнения в этом. Когда человек старается, есть 10 лет и тоже, и когда Ашем пока увидит, что ты на моей стороне, я тебе дам намного больше возможностей. Я тебе запишу книги жизни, книги материальной жизни и духовной жизни, которые на самом деле емко врушены, мы записываемся в двух книгах, книга жизни материальной, что мы жили здесь, и записывается и благополучие, и здоровье, и все, и вторая книга, которая записывается, это духовная жизнь, у нас есть ли удел будущего мира или нет, есть ли у нас связь будущего мира или нет, с будущим миром или нет. И в это время это то, что на самом деле наша задача, это наша задача. Но что? Есть один невероятный момент, который раскрывается на самом деле в нашей недельной главе, который дает, мне кажется, невероятно больше хизук, невероятно больше хизук. На сегодня недельной главы парашютки ТЦ рассказывается очень интересный момент, который нигде мы не встречаем прийти вот такой вещь в Торе. Рассказывает Торан о определенной разрешении, вещь, в которой запрещено прийти по Торе, Торе разрешает определенный запрет, не именно запрет, не то, что, извините, за разрешение, а сейчас поймем, что это, но это определенная, скажем так, возможность сделать определенную вещь, которая полностью абсолютно запрещена на Торе. А именно речь идет о Ишайфа-Туар. То есть Ишайфа-Туар рассказывается Тора, рассказывает Тора тоже человек, который идет на войне, это война, которая разрешенная война, которая не митцва, есть две разные виды именно войны, которые истории, именно разрешенная война, есть митцва, которая есть войны, которую мы должны делать, а есть разрешенный, который уносит разрешение пойти делать эти вещи, захватить определенные страны и так далее. Так рассказывает нам в начале главы Поршетки ТЦ то, что и ты придешь и увидишь женщину, то говорит Тора, ты можешь взять эту женщину, ты можешь взять эту женщину, но знаешь что, ты должен взять эту женщину, привезти себе домой и она будет чрезмерно прибежительно, она будет в уголке сидеть, отрашивать себе ногти, отрашивать волосы, будет мамаш, скажем так, противно уже станет только бы человеку, и если после этого человеку все-таки скажет то, что мне эта понравилась и ты хочешь на нее на самом деле жениться, дорогие друзья, идет о нееврейке, женщине, которая полностью запрещена по Торе, да, жениться на нееврейке, это запрещено полностью по Торе, мы фреши пасук, эта женщина будет тебе разрешена, конечно, потом Тора приходит и говорит про сына, который рождает, может рождаться от этого брака, на бен-сор-эр-муре, парень, который чрезмерно с детства ведет себя очень-очень плохо, кушает, чрезмерно многое делает, ворует очень-очень много, бен-сор-муре, объясняет пойти жениться на такой женщине. И потом Тора говорит нам, будет у тебя такой сын. Во-первых, почему Тора разрешает? С какой стороны можно жениться на нееврейке? Когда? Когда это можно было разъявить? Тут Тора приходит и разрешает человеку жениться, только потому что ты на войне? Извини меня, только потому что мы сейчас не находимся, не знаю, у нас нет определенных святых и за это нам можно определенные запреты делать, не дай Бог, мне обязанность соблюдать везде Тору. Он тоже на войне, он что, сейчас сказал, окей, я сейчас на войне, мне можно определенные вещи? Нет. И что это такое? Иди принеси эту женщину себе домой, чтобы она была тебе преимуществительной, и потом, если ты все только захочешь, можешь взять. Мама, макуреи, что происходит? Что происходит? Наши мудрецы уже на этом месте обращаю внимание то, что это не просто то, что Тора пришла и разрешила знать, что ты сейчас на войне, тебе разрешено. Не, 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 не об этом идти речь. Тора разговаривает тут против вицерары. Так и написано враче. Тора приходит и разговаривает против вицерары, против нашего дурного соблазна. Что имеется ввиду? Человек, находясь у себя дома, жена, дети, он идет каждый день три раза на молитву. У него есть свой раввин, от кого он изучает Тору. У него есть свой раввин, который в тяжелые моменты, психологические, моральные, вопросы логические, приходит к ему, задает ему вопрос. Это человек, который поддерживает ему. У него есть гармония, у него есть свой определенный круг общения, к которому он привык. У него свои друзья, с кем он может свою душу раскрыть. Он живет в своем, скажем так, мире. Это его мир, к которому он привык. И сложности в своей жизни он знает уже, как может перейти. Иногда может с женой поговорить, иногда может что-то делать. Человек в своем как бы что-то происходит. Тора говорит, что ты сейчас находишься на войне. Человек уже не находится в своем комфортном зоне. Жена не рядом, дети не рядом. Все уже поломано. Человек живет там, идет туда на войне. И там что? Женщина, человеку понравился. Тора сейчас говорит тебе, что закрой глаза, будь камень. Тора Ашем прекрасно понимает, кто мы есть. Очень прекрасно понимает, кто мы есть. И из-за того, что творец понимает, кто мы есть, потому что он нас именно создал, и понимает, кто мы есть по-настоящему, он говорит, мой дорогой еврей, ты сейчас находишься на войне. И тебе да, понравилась эта женщина? И это да. Это может потом на войне нету этих вещей, нету изучения нету этих вещей. И да, может быть, быть такой вещь. Приходит творец, и он говорит нам, в этот момент, мой дорогой еврей, я не могу от тебя потребовать, чтоб ты не взял эту женщину себе в жены. Я не могу потребовать в этот момент, в этот тяжелый момент от тебя вещь, которой ты не в состоянии выдержать его. я не могу тебе требовать, что жениться на еврейке, потому что я знаю, в этот момент ты не в состоянии этого делать. На войне ты не в состоянии. Но знаешь что? Возьми ее. Сейчас человек в желании, страсти, в этом, хочет жениться на эту женщину? Возьми ее. Возьми ее. Тора говорит, разрешено, и я разрешаю, потому же не могу требовать сейчас вещь, которую ты не можешь сделать. Возьми эту женщину. Берет человек эту женщину и берет эту женщину куда? Себя домой. А что происходит у себя? Там у нее уже жена, там у нее дети, свои гармония, свои, скажем так, как он живет еврейской жизнью. И вдруг привозит эту женщину, который говорит, знаешь, что ниже не спокойно, пусть она будет такая приближительная и так далее, но ты уже вернулся в свою гармонию, ты вернулся в свой дом, где у тебя жена, где самый лучший человек в твоей жизни, часть души, твои дети, твой учитель, который может тебе сейчас помочь, духовно опять статься на ноги, ты опять вернулся в свою гармонию, ты опять вернулся в свой мир, свой духовный мир. Сейчас ты да в состоянии выдержать это испытание. Сейчас ты да в состоянии выдержать это испытание, дорогие друзья. И вот сейчас когда ты в состоянии выдержать, пусть она будет тут, но ты знаешь, что через какое-то время, если ты действительно вернешься в себе, ты опять вернулся в свое моральное, в свое эмоциональное состояние нормально, и ты видишь, жена тут, и все, и все, она автоматом становится тебе противным. Она уже будет настолько противным, все этот ецарара уйдет, и тогда творец да может потребовать то, да, сейчас ты в состоянии выдержать. Привези такую ситуацию, ты в состоянии выдержать, из-за этого потом эту женщину ты просто берешь и отправляешь, и ты остаешься настоящим и кошерной жизнью дальше. Но если, не дай бог, все-таки у тебя такое ецарара, было именно тогда, и дальше продолжается, я не могу от тебя требовать, потому что да, должен был бы на войне пойти, но знаешь, что консекции тоже очень большие. Дорогие друзья, урок, который заключается здесь, настолько сильный, настолько невероятный. Один единственный раз приходит творец этого мира, творец, который создал каждого из нас, который из-за любови дал нам Тору, говорит нам, мой дорогой еврей, ты открываешь мою книгу, ты открываешь вот мою книгу, и вот я в этой книге тебе написал шаббат, кошут, семейные отношения, любые вещи, то, что я тебе сказал, и ты думаешь, ты не в состоянии? Говорит нам творец, мой дорогой еврей, все, то, что я тебе дал, все, все заповеди, которые истории, которые он показывает нам, что это гигантская гора, и есть действительно вещи, которые в каждом уровне нам кажется очень большие, но реалистичны ли они для нас, возможно ли они, чтобы я мог этого делать, говорит нам творец, я тебя ожидаю только вещь, которую ты да в состоянии делать в своей жизни, если бы ты как человек не был в состоянии, как этому человеку, который пошел на войне, я от него не ожидаю, я не могу ожидать, разве что, творец говорит нам делай мезузу без того, что у человека есть дом, у тебя заповедь делать мезузу, ашем, но у меня нету дома, ашем говорит тебе, когда у тебя будет дом, когда я тебе дам дом, тогда я тебе заповедую, что ты должен делать мезузу, разве что я тебе сказал, искупляй твоего первенца, если у тебя нету первенца, если у тебя есть первенец, тогда ты искупаешь, разве что я тебе сказал, благослови меня до того, как ты покушал, сначала я тебе дал еду после этого благословения. Ты можешь? Да, можешь. Ты можешь, еще как ты можешь этого все делать. Я тебе говорю этих вещей только потому, что ты эти вещи можешь делать. Но что? В каждом уровне, в каждом поколении, в каждом состоянии человека, где бы ни находилось бы, Тора только требует один шаг вперед. Один шаг вперед пойти. Мы уже сказали в прошлом году, и к этому мне кажется тоже уже подходяще будет. Тора описывает историю одного человека, который идет служить идолов. Человек может опускаться до того момента, то что идет в доме идолопоклонства, и там чистит, работает работником Аводозары. И что вот этому человеку, что он должен делать? Что от него требуется? Что этот человек, который уже, представляете, уже, он не только делал сейчас Аводозар, мы понимаем то, что он скажет, что не кушает не кошерный, он не делает, не одевает творение, он шаббат. Все, он наверняка, он уже пошел в дом Аводозар, и он все уже, коммер, все, чао, до свидания. Говорит ему творец, мы дорогой еврей. От тебя сейчас, с этого момента, который человек идет сейчас, служит и делает это Аводозур, работает в доме Аводозары, идолов. Уходи просто от идолов. Я тебя сейчас не ожидаю, сейчас шаббат, это эти гигантские каких-то вещей, которые для твоего уровня сейчас может быть там очень, очень сильно много или большие именно шаги. Один шаг вперед. Что ты дал в состоянии делать? Что мы дал в состоянии делать? Уходи из дома и дал полгонство. Потом без раташем придет и шаббат, и это, и это потихонечку. Но от твоего уровня, где мы стоим, где мы дал в состоянии эти вещи делать. Дорогие друзья, есть комментарии вилисского Гаона на Парашатре Э, который, мне кажется, по моему мнению, это, мне кажется, самый мотивирующий именно вещь, которую я видел в моей жизни. Самая мотивирующая именно вещь, которую я видел в моей жизни. Парашатре Э. Вилисский Гаон в своей книге Адарет Ильяу пишет то, что Парашатре Э начинается заповедь, заповедь или идея про свободу выбора. Свободу выбора. Так и написано. Посмотри, я сейчас, я сейчас ставлю перед тобой благословление и проклятие. Я же ставлю перед тобой благословление и проклятие. Спрашивает вилисский Гаон, почему написано Ре Э в единственном числе? Посмотри. Потом переходит. Смотрите, я ставлю перед вами сегодня. Сегодня? Что такое сегодня? Благословление и проклятие. Сначала идет не в единственном числе, так продолжай в единственном числе. Не, перед вами. Сегодня? Что ты говоришь сегодня? В то время у нас была свобода выбора, сегодня нет или нет? Что имеется в виду? Что тут происходит? Мы не знаем, потому что каждое слово в Торе это урок. Объясняет нам вилисский Гаон. Что это значит? Ре Э это написано в единственном числе. В единственном числе иди евреи лично именно разговор. Когда? Это точно так же, как еврейский народ стояли на горе Синай. И написано то, что... Как одно существо, как один организм. Это было как одно единство мы были. И это обращение индивидууму. Ре Анухи. Иди смотри, еврей, лично. Это было тебе дано свобода выбора. Свобода выбора было дано тебе. И ты можешь сейчас сказать, да, Творец? Действительно, свобода выбора есть. Но, если честно, где есть свобода выбора? Я живу в обществе определенном. Я живу среди людей, которые... Я не знаю, какую мне свобода выбора здесь. Здесь люди тянут меня в одну сторону. Идем в одну сторону. С левой стороны потянут. Идем туда. Куда общество потянет, мы туда и пойдем. Может быть, здесь свобода выбора у общества? Человек живет в нейбраке. Какой у него есть выбор? Если он пойдет в розовом рубашке, его... Камнями. Камнями, наверное. Или помидорами его будут закидывать, да? У тебя пойдет мя шары. У тебя есть выбор какой-то? Я не знаю. Да? Может быть, действительно, если мы пойдем за большинством, может быть, тогда у тебя есть... У общества может быть есть свобода выбора. Приходит тебе Ашем, и он тебе говорит. Мой дорогой еврей, Ашеран Анохи, но Тенлифнехем перед вами, перед каждым индивидуумом я дал свободу выбора. Перед каждым индивидуумом, для каждого индивидуума я дал свободу выбора. И не думай, что свобода выбора, оно в обществе. Да, общество тянет на определенные течения. Да, есть большой поток. Да, это намного легче пойти по течению. Да, все понятно. Но ты думаешь, что только свобода выбора была дано им. И у меня нет свободы выбора здесь. У меня нет, я ничего не могу друг другу выбрать. Говорит тебе Творец, тебе лично была дано сила выбора, даже против общества. Даже в обществе ты можешь выбрать направленную сторону. Кто это нам действительно показал? Наш прадед Абрама Вину. Наш прадед Абрама Вину нам это доказал. Весь мир стоит на одной стороне, и Абрама Вину стоит на другой стороне. Что это значит, весь мир стоит на одной стороне, и Абрама Вину на другой стороне? Весь мир, дорогие друзья, они были идолопоклонниками. Его отец продавал идолов. Нимрод, который хотел бегать за него и убивать, он спорил со всеми. И плюс с Нимродом вместе и всем доказал единство Творца. Он сказал, ребята, не только то, что вы будете меня не, вы не сможете меня переубедить, и вы не будете меня влиять, это я на вас буду влиять. Кто? Один человек. И человек скажет, где я, где Абрама Вину? В наших генах, дорогие друзья, в нашей крови течет кровь Абрама Вину. Абрама Вину живет в каждом из нас. Абрама Вину, сила в Абраме есть в каждом из нас, дорогие друзья. Человек может сказать, как я могу против этого? Смотри, что на меня скажет? Кто этот? Ашемин нам говорит, у тебя дано свободу выбора даже там, где ты находишься. Ты там можешь выбрать правильный путь. Браха украла благословение или... И человек может сказать, да, Моша, ты прав, Тора прав, я понимаю, что он прав. Но когда это? В юности, когда человек есть полно сил, и он может выбрать определенную жизнь, пойти по этой стороне, не по этой стороне. Человек уже постарел, уже привык к определенным вещам, он уже... Уже не то, уже не те силы, не то этот. Говорит нам Творец, сегодня я тебе даю свободу выбора. Свободу выбора было дано для каждого человека и в юности, и в старости лет, говорит нам Велинский Гаун. Даже в старости лет было дано свободу выбора, что мы можем взять, поменять через наш выбор и поменять наш жизнь абсолютно на другую сторону, которая будет навеки, вечно сможем удостаиваться, дорогие друзья. Вечно сможем удостаиваться через наш правильный выбор. Даже в старости лет, говорит Творец, Гайом сегодня, ты живешь сегодня, сегодня было дано, человеку 90 лет, 100 лет ему, он может выбрать. Он может выбрать у меня свободу выбора. Доказательства я вам дам. У меня двое знакомых, я знаю двоих людей. Один из моих друзей, его отец делал бритмилю обрезание, когда его отца было 66 лет. Разве это не доказывает слова Велинского Гауна? Он говорит, мой дорогой еврей, 66 лет ему нету бритмилю, он говорит, все потеряно уже. В 66 лет человек показал слова истинности нашей Торы. Я могу выбрать даже в 66 лет, я буду делать бритмилю. У меня есть другой знакомый, человек, который я знаю, он не мой друг, но слышал от него, что его отец, он сделал как бы чугу, его отец, чтобы вас не обманывать, было 90 плюс 100 процентов. Я уже не помню, 90 с чем-то он делал, 90 с чем-то бритмилю, дорогие друзья. Представляете, 90 плюс, это 100 лет человек уже, 90 лет человек делает бритмилю. Вот это свобода выбора, дорогие друзья. Свобода выбора дано каждому из нас в любой момент нашей жизни. И это самый, мне кажется, для меня был, есть момент, самый большой именно хизу, который я видел когда-нибудь, что иногда думаешь, все потеряно уже. Что, куда, что я могу изменять. Любую сторону, любую сторону. То в материальном мире, благословления Творца, в моем развитии духовном, то будет митцвот, Творец говорит нам, у тебя свобода выбора дано. В твоих руках лежит свобода выбора. В свобода выбора лежит все абсолютно в твоих руках. Все абсолютно в твоих руках. Решать сегодня. Сегодня ты можешь выбрать. И здесь вместе, Настя, как мы сказали, дорогие друзья, друзья, этот, этот, все останется, уйдет, может быть, сегодня здесь, теперь не там. Действительно, что с человеком оно на веки веков, это наше хорошее деяние. Хорошее деяние на веки веков оно с нами. Я хочу закончить. Одна вещь, которая, мне кажется, настолько ясна, настолько явна, настолько, это поразительный момент. Мне эта вещь поразила. Я был, когда это было, ровно год назад, ровно год назад. Плюс, мне кажется, было в это время. Не, это было зимой, извините. Это уже был после Хаким. Мама же в прошлом году. Ну, около, может быть, восемь, десять месяцев назад. Я был на похороне одного очень состоятельного человека. Очень, очень, очень богатый человек скончался. И этот человек, он построил Ешиву, который, как я учился, и до сегодняшнего дня это место стоит на месте. Это место, где вышло невероятно много именно добрых дел, хороших дел. Свадьбы куча происходили. Там детский сад сегодня тут, сегодня там школа еврейская, религиозная именно община, синагоги там. Невероятно большой комплекс человек именно построил. Все за свои деньги. И кроме этого, дорогой, для этого человека, дай Бог, он оставил очень много богатств за собой, скажем так. Его дети очень-очень богаты. Семья. На похоронах меня удивило очень-очень, все пришли, там была куча людей, там политики были, там люди были, там из общины, там всего Берлина, и люди знакомые. Не знаю, там куча народа была, куча народа. И перед того, как было происходило похорон, как мы все знаем, люди говорят о человеке, просто прощения, просто этого. Я был удивлен просто, я там стоял, и я действительно не ожидал этого. Из-за моего большого удивления, каждый человек, который говорил что-то, все говорили о том, то, что этот человек жил об этой Ишиве, которую он построил. его добрые деяния, как он построил Ишиву, как он именно старался еврейство построить, как он именно делал именно помощь другим, как он это делал. Все добрые деяния, которые делал, и особенно в центре стояло строительство этого. Я думаю, ребенок жил об этом. Разве что он больше ничего не делал в этом мире. Люди, дети, столько вещей. Нет. Только об этом разговаривают, только о добрых дел разговаривают. Да. Это то, что именно приводит человеку именно через 120 лет. Это то, что останется. Это то, что останется. Это то, что мы на самом деле здесь делаем, то, что мы каждый день инвестируем. О чем? О нашем будущем через 120 лет. Это то, что есть. И благословление в этом мире, и благословление в будущем мире. Это вещь, которая поразила меня. То, что человек, который был очень... Я тоже немножко знал этого человека. И мне поразило то, что вот это настолько все, все говорят об этом. Не только то, что его дети. Все люди одногласно просто, весь он жил именно этим. И не говорите то, что он был великим раввином или каким-то великим... Ид, еврей, который в его сердце было открыто и желал, чтобы было Ишива изучение Торы, чтобы было Идишка, чтобы было еврейство в Берлине. И он это построил. И кроме этого он построил кучу вещей. Кучу зданий, оставил кучу вещей своим детям. Многих домов, много... Но момент истины... Горность. Никто об этом не говорит. Это не важно. Что важно? Добрый день. Улыбнуться человеку. Делать стаку сегодня. Один сегодня отфелин. Помог что-то делать. Это то, что останется благословлением на веки веков для нас в этом мире. Для наших детей. До тысячи поколений. Две тысячи поколений. И на веки веков. Дай Бог, что мы достоились еще в этих днях усиливаться в тех маленьких деяниях, которые мне дав состояние делать с Божьей помощью. За определенные шаги. Правильную сторону. Постараться. Посмотреть. Где я могу двигаться? Где для меня же будет хорошо? Для меня в конце концов. Куда же идет мой ракурс, моей жизни? Может быть, где-то я могу что-то поменять в моих семейных отношениях. Отношениях Митцво. Может быть, я могу что-то больше делать. И мне уже так сказали. Мы можем делать. Мы можем... Потому что мы можем этого делать. И особо сила дано в наше время. Сегодня, когда мы находимся в месяц Элюль. И мы желаем это по-настоящему. Это в наших желаниях, чтобы стать лучшим и хорошим человеком. И мы можем получать в 10 мая большую помощь от Творца. Когда мы покажем Творцу творить. Я хочу что-то делать. Я хочу какую-то определенную вещь. Дай мне силу. Дай мне помощь. Будет падение, но опять мы встанем. Шивай полцады к векам. Семь раз попадает, упадет праведник и он встанет. А если он падает семь раз, что за праведник? Он праведник только потому, что он встает. Он встает. Из-за этого он праведник. Из-за этого он называется. Он падает. Да. Это нормально. Но он встает. Молодец. Это праведность. Праведность не то, что ставить праведником и ангелочек. Нет. Падает. Нормально. Но мы встаем. Евреи никогда не сдаемся. И мы можем выбрать. Свободный выбор у нас есть. Каждый момент нашей жизни. То молодой, то старик. Где бы ни был бы, у нас есть этот выбор. Дай Бог, чтобы Шен дал много силы, много благословления. И чтобы все были записаны книги жизни, дай Бог. И только чтобы было благословление в наших домах и в наших сердцах. Мы именем это.